СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА По итогам противостояния. Оно вышло весьма драматичным, правда, опасных моментов в этом матче было не очень много. Футбольный клуб Деньги немножко потроллил меня за то, что я назвал их команду ноунеймами. И в итоге я оказался в большом количестве на трибунах, чтобы хоть кто-то медийный их поддержал. Ну и в итоге все началось с того, что в этом матче футбольный клуб Деньги завладел инициативой. И несколько опасных моментов создал уже на первых минутах. Здорово играл голкипер SD Family Аханов и дважды выручил свою команду в первых минутах. Даже сам получил травму голеностопа, но вроде как с вратарем все в порядке. И он сыграл 90 минут. Но это были не все 90 минут, потому что у этого матча была драматичная развязка. Вот еще его прыжок. Но правда в этот момент не стал опасным, ведь было зафиксировано положение вне игры. Во втором тайме были моменты у ФК Деньги, но у SD Family моментов было совсем немножко. Можно отметить только удар с метров, наверное, с 50 в исполнении Айбола, когда мяч пролетел рядом с девяткой. Но преимущество все равно оставалось у денежных. И белозеленые шли в атаку, постоянно угрожали воротам. Было очень много стыков. По итогам этого матча было зафиксировано 32 фола. Им вот этот проход Артура Мартиросяна. Одно из самых ярких впечатлений о втором тайме. В итоге именно армянская связка принесла гол футбольному клубу Деньги. Саркис Джан выполнил передачу вперед. Мартиросян шел до конца и его сбил голкипер, который по итогам этого эпизода получил желтую карточку. Мяч выкатился Фомичу, который выбежал из глубины и направил мяч уже в пустые ворота. 1-0. Казахстанцы атаковали и после пропущенного мяча получили некоторые преимущества. Имели несколько возможностей, чтобы забить. Но за исключением дальнего удара в исполнении айбола отметить особо нечего. Концовка, в которых SD Family в основном и выигрывали свои матчи, на этот раз удалась их соперникам. Еще один спорный эпизод был, когда Даниил Чертов получил желтую карточку до этого. И вот был момент, когда можно было посмотреть на красную, но арбитр в этой ситуации вторую желтую, которую должен был показать, не показал. И через несколько минут классная атака с участием нескольких футболистов денег завершилась. Голевой передачей Фомича. Фомич делает пас Саркисджану, который первым же касанием в этой атаке бьет точно в угол ворот Яросыла Аханова. 2-0. В концовке матча случилась небольшая потасовка. После того, как Папен и Марти из денег сфалили на Куаныша-Саветове. И Куаныш получил красную карточку. И Яросыла Аханов, лидеры команд, вратарь и центральный полузащитник. Вот этот эпизод. Потасовка, красная карточка. По итогам очень долгого, почти 10-минутного эпизода с разбором полетов и взаимных претензий. В итоге Советов, возможно, пропустит не одну игру за этот недозволенный прием. Ну а у вратаря казахстанца Фаханова, наверное, все-таки будет только одна игра, потому что удален он был за вторую желтую карточку. Был еще один момент, который мог принести крупную победу, но этот проход завершился спасением Богдана Грушевского. Еще одного галкипера SD Family. В итоге 2-0, футбольный клуб деньги, одерживает победу, а SD Family, возможно, по итогам этого тура покинет первое место в турнирной таблице. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok